Здесь у нас Данечка стоит. Уже поклёвка была, но он её проворонил. Вот тут Рамыч. Папа Рама, да, с семьёй. Мангал растопил. Что, Роман, расскажи, какие планы на сегодня? План на сегодня я закину в одну доночку. Пока все собирались, я просто снарядил. Что-то там дёргать. Ну, конечно. План вообще, вот мы первый раз смотрим. Сидим у воды такой большой. Да, конечно. Конечно, смотрит. Ну вот, и в планах порыбащить, пожрать мясо. Ну, так просто отдохнуть на природе. Ну да. А то у нас природа маловато в районе, и как бы ни леса, ни воды, ничего. Да, и решили, да, к воде. А то птицы разные летают ещё тоже прикольные. Чайки, цапли сейчас проезжают. О, смотрите, там сзади дядька плавает на ядроцикле. Я сел в дыне, это ещё пока только пришли. Сейчас, ну я думаю, что-нибудь поймаем. Как что-нибудь поймается, я вам обязательно покажу. А я тут купался, кстати, позавчера. Позапозавчера. Нормально. Даня сегодня купался уже. Но это было, опять же, не запланировано. Совершенно. Ну, воду он заценил. Говорит, что тёпленькая. Что готовить будешь, Ромыч? Мясной. А как шкварчит. Ммм. Прелесть. Ну-ка погони. Рыбацкие истории. Какой окунь Ромыч? Какой? Я стоял вот там, теперь я стоял вот здесь. Швыряло. Вот спинка, окунь, ну такой грамм на 450, может чуть побольше 500. Полкило, короче, такой прям добротный. Я даже такого на спинке даже не ловил. Ну, что попадались там такие, ну, такие голавли, вот такой, знаешь, вот недавно ходили. А тут окунь вот так вот. Сколько раз я с ними ходил на рыбалку, ни разу не видел, чтобы они что-то ловили. Ну, и вот надеюсь, сегодня это произойдёт. Потому что место вроде как хорошее. Ромыч даже прикормку притащил какую-то. В армии, как я к армии отношусь? Ну, вот смотрите. Кому-то она идёт на пользу, на мой взгляд. А для кого-то это просто потеря времени. То есть нельзя сказать, что она одинаково полезна для всех. Ну, я хотел, но не вышло. Вау, у Рома Мора. Что за Мора? Мора? Да. Мора? Мора? Мора. А, вот ножик. Мора. Да, вот ты про него говорил. Да. Это занесён, не помню, то ли в книгу какую-то, то ли в чё. Самый дешёвый, самый функциональный нож. Угу. То есть цена самого дешёвого ножа 400 рублей. Берёте всё то же самое. Здесь просто пластик, меняется немного сталь. Угу. И сами ножны, а здесь ножны. Ну, вот. Мора. Что они не уплывут? Шведы умеют делать, пишут. Шведы. Ну, у них история очень интересная. У них город именно вот этот Мора. Они это... Там было дофигища кузнецов, а потом они в какой-то определённый момент собрались в одну коалицию и, короче, просто на одном заводе стали клепать хорошие качественные ножи и недорогие. Чё-то им весело, да? Вим? Вов, если у нас будет такие... У нас будет много денег, мы купимся, по такому стрим также будем пустить. С гидроциклом. Ага, а телефон не жалко? А мы там какие-нибудь. Мы же модные были. А мы несколько телефонов купим, да, сразу? Конечно. Чё, одиннадцатый там, или же там какой выйдет? Двенадцатый. Такие, ах, утонул. Пойду из бардачка вытащу ещё один. Переселение душ моментально сделаем, и всё. На чё ловите, спрашивают. Червь, опарыш. На донке червь сидит. А ловится ни на что, но он лево клюёт, как-то так. Как-то странно, то в воду погружается, то и не погружается. Ну чё это? Классно, классно. А где у тебя будет тест? Подожди, я должен сделать вот так тогда. Вот так могу. Вот так могу, вот так могу. Анжелика будет. Анжелика. Давай, шатай. Давай, корануйте меня. О боже. Скриньте, скриньте, пацаны. И на рабочий стол ставьте, о боже. Да, да, да. Давай тест ножа. Какой-то венерический поле тропического. Коктейль. Ну не надо так шутить. Это хипарень, не викинг. Прямо Иисус. Иисус. Вот я ему выродаю. Не дурно. Рыба ловится. Рамыч, Рамыч. Ты же сушку заходил? Да. Должна обучивать. Один разочек. Вдончика замулах. Жалко, рыбка не клюет. Так бы сейчас на рыбку посмотрели. Сейчас, нормально. Какой у меня самый интересный проект. Я думаю, это Паневайс был самый интересный проект. Это один из моих любимых видосов. Он вообще был, ну, на мой взгляд, самый проработанный, интересный. И немножко с хоррором. Ну и как бы эскиз уникальный. Чувака там специально наряжали, фоткали. Московский баф. Вот он улов. Оп. Рамыч. Покажи, покажи. Ты? Герой. Это бычек. Рыбина огромная. Рыжи-ка эти костры. Нет, быстрая какая-то. Видно, видно? Да, прикольно. Отпустишь, нет? Конечно. Пусть растет. Пусть растет? Ну, все, добытчик теперь, точно. И везде успевает рыбу поймать и перевернуть шашлычок. Все, уже не зря приехали, да? Ну, как бы да. Саня, осталось. Твоя очередь. Смотри, история. Ну, ты читай. Психологи задают вопросы на тестирование. С кем пойдешь в поход и, ну, оставишься в лесу. Ты оставишь в лесу? Ну, останешься в лесу. Туда на первое место ставят самых рукастых или по массе крупных. Так вот, в нашей компании там был на первом месте рама. Представляешь? Да? Да. С тобой не проще пойти в лес, пацан. Пойдемте в лес. Устроим поход. Большой поход. Ну что, Танечка, расскажи, как тебе рыбалка сегодняшняя? Ну-ка, пока-то вообще сам факт того, что выбрал уже основной кайф от рыбалки, что пробки сидишь, отдыхаешь. Ну, такую точку зрения многие принимают. Кто-то отдыхает, тот, например, бухает, кто-то... Типа, я, конечно, не скажу, что мне вообще пофигу, но хотелось бы что-нибудь поймать. Ну, так. Поймал, не поймал. В принципе, я все равно отпускаю. А если большую поймаешь? Ну, смотря на сколько. Ну, обычно, типа, я, может, и возьму, если я поймаю, еще парочку большую. То можно будет приготовить, а если нет, то ради одной рыбы. Тоже отпущу, наверное. Да, на самом деле, я об этом не думаю, потому что я знаю, что ничего не поймают. Блин, как это обнадеживающе звучало. Выше нос, Данечка. Да, да. Все еще впереди. Мы тут только 53 минуты. А ты не пробовал менять локацию? Ну, я то туда, то сюда. А так, в принципе, все. А если туда... Ну, нет, там неудобно, да? На том берегу. Там не видно. Самая большая работа у меня была с Мухаммедом Али. И была выставка, называлась, по-моему, «Голос улиц». Как-то так. Их было несколько. И вот на одну я как раз таки рисовал картину. И я вспомнил, да, мы их выставляли в кафешке под названием «Город». Он находился на где-то Парк Победы. В Поклонке где-то. И она была там два на три. Здоровенная просто, пиздец. Я ездил в какой-то поселок, я не помню, ее рисовал. С чуваками. А потом я ее попилил и нарисовал маленькие работы. На щеку не ходили в этом году. Да вроде нет. Я не знаю, вот чуваки занимаются. У меня с рыбалкой все как-то обломалось именно на моменте. У меня батя был рыбаком. Очень заядлым. И он постоянно меня вот таскал на эту рыбалку. И отбил у меня полное желание этим заниматься просто. Так такая история. А так, если бы это было непринужденно внедрено в мою жизнь, я бы, наверное, этим увлекался. Не знаю. Что ты думаешь о «Бэнксит Бэнкси»? Ну, хорош. Хорош во всех смыслах. И по ходу мыслей, и по исполнению. И вообще, как бы, чувак, который меня вдохновил заниматься стрит-артом. Что я не могу сказать плохого? Вообще самый кайф, когда сидишь на природе молчать и слушать. У меня батя помню. О! Тихо-тихо! Ура! Ну просто отошел от удочки Выпускаешь? Ну а куда ее? что это было окунь это то что ура он был подросла это одна рыба ловится да да не поймал у нее но теперь все короче и рама поймал рыбу и дани и теперь все видел определенно не зря на рыбалочку давай я короче помню такую историю когда меня батя взял на утреннюю рыбалку учат в деревне весь вечер готовились готовились снасти там лодка все дела и приехали утром и они выспался мне так было насрать на эту рыбалку короче я хотел поиграть приставку меня как раз резик третий только появился это почему мне надо куда-то ехать когда у меня приставка стоит блять стынет третий резик короче я не посидел ныл ныл он так все пизду домой иду домой короче а еще и спать хочется иду домой значит еще только светает это дома идти ну может километра два я что-то такое иду игривое настроение значит и мне навстречу идет какая-то бабушка я такой иду 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 так еще наш капюшоне такой папушка ой сынок а ты откуда а я на нее такой из капюшона такой посмотрел начал скалиться господи я дальше пошел так с этой хуйни орнул не слышал я тебе не рассказывал в детстве была такая история как антихрист такой на нее посмотрел у меня первая плойка была вот самая топовая то что я задрачивал но было еще super nintendo дорогущая пиздец когда мне но нам ее купила мама с сестрой она стоила как как зарплата обычная зарплата они с батей там как-то скооперировались и херово то что на нее не делали подделку на сеге на сеге были картриджи они были все паленые поэтому стоили дешево и у ребят у которых была сега они постоянно играли в новую игра я играл быть какого-то ибанова короля льва чё еще у меня было donkey kong по моему 3 что-то еще на donkey kong классная штука и в общем не знаю на супер нинтенди графика была получше чем у сеги у меня тоже была такая история мы что-то покупали в магазине усилия у меня были тоже крашеные волосы и продавщица так девочки аккуратнее аккуратнее детка какие девочки раньше это очень трогала потом было смешно история когда первый раз покрасил волосы у меня был зеленый хвост такой зеленый зеленый я иду такой бабушка конечно сынок что что выкрасился как петух и там стоит мужик так что-то раздает хвост редко убирал обычно такой девушка 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 возьмите я так поворачиваюсь такой ой извините возьмите пожалуйста беру а там рекламу парикмахерской ну не помешает чё мужик свою работу прям идеальный выполнил вот плаги у меня не живут долго почему-то я вот начинаю купаться забываю их снимать они у меня вылетают и все либо какая-нибудь тусовка ты все короче проебываешь вместе с плагами смысл татуировки нашей прост она делает вот так все в этом весе прикол как во многих моих татуировках нет смысла почему одно время так увлекся изготовлением скамей для медитации ну потому что наверно медитировал сейчас уже как-то не особо интересно какие татухи больше нравится я не знаю ну на наше им не нравится они все прикольные но потом со временем затирается восприятие ты уже так воспринимаешь свое тело как как будто это просто родимые пятна ничего сверхъестественного я тут недавно ваше хуел я забыл что у меня на ноге татуировка есть сено набита короче на щиколотке я такой что-то проснулся смотрю и думаю ёпта мать что там татуировка ничего себе чудо не поймал ну-ка ну-ка как так не знаю охренеть не ночи так раков не ловит как но не только не у нас нет 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 смотри отпустить хочет укусил да ну как бы раков тут ловит чисто руками ну да не на удочку умудряется что больно рамоч даже интересно в какой мерзкий да 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 я тоже сейчас короче пойму такую мурашку то что напоминает или таракан или паука начинается издевательство просто покурить ему разочек и все хахахах че еблэ че проблемы а а а вот блин Сейчас Ирэн поймает, стоп ротс Фумает моя женщина, видишь это? Я нет Там какая-то дикая шняга Ааа, нифига, смотрите Чего там? Что это? Это липтилоид Твою ж мать Кто ты такой? Я тоже хочу посмотреть Знаете, это будет богомол, мне кажется Даааа Он живой вообще? Это сухой А может это сверчок, друзья? Сейчас я сфотую и на Яндекс картинках найду Я вам точно говорю, это сверчок, который стрекочет А по-моему он свою простую одежду скинул Да, это так и есть Он пустой Пустой Там пусто Да пусто Сейчас узнаем Квардинально снял Шипы какие-то, сверчок Дааа Это личинка стреказа пишет Да Точно, ты уже все прогуглил? Нет, мне пишут в чате просто У меня же вон в чемодане такие же лежат Что ты молчишь? Мы тут изумляемся, говорим, что за дива Что за нечесть А где мы его отпустим? Можем вот там сделать А вон есть там место прям хорошее Может побежать там И иметь Сейчас немного вынесу, покажу локацию вообще в целом где мы находимся Там лес Мы приехали вот оттуда Там уже поселок начинается Береговая линия А мы базируемся На маленьком Таком вот участке Такой пятачок Очень удобный Нам повезло, что тут никого не было Когда мы приехали Открыли эту локацию буквально недавно Когда приезжали сюда за камнями Ну балдежно Я не знаю как тут купаться конечно Но вот Рыбачить то тоже не особо сильно получается Не знаю Один рак и две рыбки маленьких За сегодня Ну вот дальше этот водоем выходит на Большой большой канал Там пристань где мы купаемся И раньше там ходили ракеты За место автобусов Раньше ходили ракеты Это такие катера Многоместные И Спокойно вот допустим Можно отсюда было До речного вокзала Там минут за сорок добраться А сейчас до речного вокзала Тебе добрый час понадобится Чтобы на автобусах На всей этой херни доехать Как пришла идея набить стрелки на пальцы Это блин буквально за 30 минут до тату фестиваля Я ехал думал надо что-то набить На кармане лавыни так много Думаю надо что-то такое щадящее Ну и думаю блин раз я геймер Надо набить вот эти хуёвины И мне показался это ну интересная идея Потому что в принципе этими пальцами Ты туда и нажимаешь Было чем заняться в деревне когда друзей нет И заняться не ищем Я блять играл в приставку У меня вот просто хлебом не корми Дай посидеть поиграться Потому что в деревне тоже как бы Пару раз было когда я гулял с местными ребятами Это было ну не интересно Мне вот мне лично было не интересно Мы что-то ходили туда-сюда по этой улице На велосипедах катались Ну не особо впирало А вот приставочка по рубиться самое милое дело Сейчас дойдем попробуем до камней Позырю Что происходит? Ну мы выбрались на рыбалочку Вот собственно таким составом Там пожарили мясца Поймали рака на удочку Пару маленьких рыбешек Ну то есть такая типа ради удовольствия В основном было мероприятие Сейчас я хочу вас отвезти к месту Где мы набирали камни Для тотема Вот и закатик близок Вот мы приближаемся к локации Где у нас были камни Здесь кто-то выложил кострище И справа от этого места Находится большое-большое болото с квакшами Они здесь очень громко Сейчас что-то замолчали Базарят между собой Вот тут видите камни Их тут очень много Мы отобрали самые красивые Потому что по местности больше Ну я не знаю где можно таких камушков намутить Все Солнце уже подсело Тут уже Нормально Ну что у нас на часах уже два часа стрима Поэтому Наверное друзья Я с вами сейчас на фоне вот этого прекрасного залива Попрощаюсь Так что приятного вечера Спасибо что были с нами Спасибо тем кто донатил Давайте до встречи В следующий раз мы тоже Когда будем стримить Заранее вас повестим об этом Ваше здоровье Пока